В России рынок гостиничных и ресторанных услуг ширится и крепнет от сезона к сезону. Олимпиады и Чемпионат мира по футболу привлекут в страну еще больше иностранных гостей. В России уже присутствуют практически все крупные международные гостиничные сети. Развиваются сети ресторанов. До недавнего времени профессии в сфере гостеприимства не считались у нас престижными. Теперь все меняется и именно сейчас ощущается явный дефицит качественного подхода к подготовке кадров для гостиниц и ресторанов. Швейцария это как раз мекка, это мекка вот такого ресторана гостиничного бизнеса, потому что многие, я общаюсь с многими и западными шефами, и с руководителями отелей. Это всегда круто и красиво, когда эти люди заканчивают почему-то учебные воздения в Швейцарии. Весной 2012 года в Петербурге открылась бизнес-школа управления в индустрии сервиса «Свисант». В России это первый специализированный вуз, работающий по международным стандартам. «Свисант» значит швейцарско-американский. Объединение швейцарских традиций обучения в сфере гостеприимства и американских инноваций дают возможность студентам в России получить прекрасное западное образование и международный диплом по цене в 2-3 раза ниже того, что пришлось бы заплатить за рубежом. Обучение в «Свисант» проходит по двум основным программам. Первое направление – International Hospitality Management развивается при полной методической поддержке International Hotel Management Institute – IMI – Швейцария. Второе направление – Culinary Art and Management развивается в сотрудничестве с Нью-Йоркским The Institute of Culinary Education – ICE-CE. Обучение проходит на английском языке, ведь квалифицированный менеджер индустрии гостеприимства должен обеспечить высокий уровень сервиса гостю из любой страны. Идеологом проекта является ректор бизнес-школы «Свисант» Вальтер Шпальтенштайн, человек, который 20 лет управлял крупными ресторанными сетями в Англии и Канаде. В новой кулинарной студии «Свисам», открывшейся 26 июля, прошли мастер-классы председателя гильдии шеф-поваров Петербурга Ильи Лазерсона «Вы за балтийскую селёдку или всё-таки лучше нам?» «Я за залог». Известного в городе шеф-повара Мурицу Бикола с эмелье Игоря Шарбатова, шеф-повара «Гинза Проджект» Гаитана Калабрезе. Главное, что эти признанные профессионалы профессионалы собираются и дальше сотрудничать со «Свисам», то есть будут обучать студентов. И этим летом стало понятно, что кроме студентов регулярных программ, которые начнут занятия с 1 октября 2012 года, есть ещё много людей, которые хотели бы обучаться «Свисам» на краткосрочных программах. Растут запросы от рестораторов и ательеров на проведение корпоративных программ. И уже большой популярностью пользуется «Тимбилдинг на купе». Кухня и процесс приготовления пищи прекрасно подходят для сплочения команды и выявления неожиданных талантов. С октября в «Свисам» начинается учёба с формированной учебной группы. «Шла на день открытых дверей, на первый день открытых дверей, поняла, что это моё». «Я думаю, что в России очень много возможностей. Я в последнее время стараюсь путешествовать по России и вижу, что очень много, как говорится, непаханных полей». «Я давно мечтал о том, чтобы создать свою жизнь ресторанным бизнесом в качестве желательного, конечно, шеф-повара. И до этого всё, что я искал, я, как правило, находил только за границей. И есть школа «Свисам», которую я нашёл в интернете. Это первая школа, которая предоставляет такие возможности в России». «Я закончил высшее образование по специальности психолог. Сейчас хочу поступить на пост-градуэйт. По специальности ресторанный менеджмент. Ну, я считаю перспективной школу «Свисам», потому что для начала мне нравится уровень образования, который они дают, что всё идёт на английском языке, что много возможностей стажировки идёт, что это диплом западного образца, который котируется во всём мире». У бизнес-школы есть комфортабельное общежитие, где ждут студентов из разных регионов России. «Я приехала из другого города, Саро, закрытый город. О школе «Свисам» я узнала в середине лета. Меня она очень заинтересовала и сразу захотелось сюда поступать. Все программы мне показались очень интересными, но для себя я выбрала кулинариат. Я очень люблю готовить». Несмотря на то, что бренд «Свисам» появился на рынке только в апреле 2012 года, уже сейчас у него достаточно высокая узнаваемость. Но бренду надо расти. И следующий регион — это Москва. «Свисам» Продолжение следует...